Еще, 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 еще. Так, очень важно. Есть, поехали. Значит, сейчас мы будем проверять, как работает у нас атлантоаксопитальное сочленение. Это на предмет блокировки. Функциональный блок атланта, именно блок атланта бывает, помните, вверху и внизу, между атлантом черепом и атлантом аксосом. Для того, чтобы их грамотнее проверять, нам надо разгрузить вот этот плечевой отдел. Поэтому пациента ссадим на самый край и на себя. Он полностью должен плечами лечь на живот. Одной ногой вы отставили, уперлись в пол и потом сделали тест Шарперсера. Если он отрицательный, мы проверяем на функциональный блок. Проверяется очень легко. То мы ставили подсосновенный палец, сейчас ставим указательный палец, как эта часть называется. И делаем вот такое движение. Заметьте угол поворота. Подбородка сюда, мы делаем ротацию и экстензию. То есть, два... А сюда меньше, видите? Вот. И сюда я чувствую, что руками тянет. То есть, мы делаем два движения. Экстензию и ротацию. Ей дает под лопатку. Какая-то мышца? Мускулис леватор скапывается. Сразу напрягается. Потому что она крепится здесь к медиальной верхней части лопатки. Вот она. Здесь триггер. И к атланту, поперечному троску, как раз где мы ставим палец. Вот. Смотрите. Вот триггер. Сколько боль от 0 до 5? А, 10. От 0 до 5. Больно. 5. 5. Ну, от 0 до 5. 5 плачут. 4 с плюсом матом. Я просто очень церковь. Четверочка. Теперь мы делаем манипуляцию. Чтобы сделать манипуляцию, смотрите, я ставлю себе правую ногу под упор. Рука. Как руки ставятся? А можно я посмотрю? Нет, потом на видео. Ты посмотришь. Ну, что ты делаешь? Нормально. Подойди, а не руками. Ты что, кран башенный? Вот тут встань. Мы упираем руку сюда. Рука вот эта. Не так. Не так. Вот она. Центр тяжести на правой ноге. Плечи вот здесь должны быть. Это тоже нюанс. Вот. Плечи расслаблены. Мы натянули шейные мышцы. Вывели в преднатяжение. Так, не скрипите. Вот. И четко уперлись. Здесь ухо и височная кость. Я контролирую пальцами, вернее, ладошкой подбородок. Видите? Угу. Там, где подчерестные лимфоузлы. Угу. Вот делаю преднатяжение. Расслабь. И ищу угол. Ага. И все. Нашел угол. И сделал манипуляцию. Было два щелчка. Это и атлант сверху и снизу. То есть блок и атлант оксипитальный и аксиальный. Тут же проверяем. Так же самое давлю. Сколько будет? Наверное, троечку. Уже не орет. То есть массажем вы бы год это массировали, но триггер никогда бы не убрали. Никого не слушайте. Там триггера убираются, массажем нет. Вот, кстати, у орла я нашел. Триггера вообще нельзя сжать. Нельзя массировать, на них сильно давить. Иначе воспаление только больше становится. Понятно? Это написано у орла. Триггера мы убираем правильной манипуляцией. Если мы разблокировали место прикрепления мышцы к суставу, там где находятся сухожилия, а в нем рецепторный аппарат Гольджи, да? Помните, мы изучали? То он дает приказ головному мозгу расслабить мышцу. И триггер рассасывается в течение недели, двух, максимум трех сам. Все. Никакой массаж давить на этот триггер локтем, пальцем не надо. Триггер нам нужен для того, чтобы проверить, убедиться в своей диагностике. Вот смотрите, вот сейчас еще он меньше болит. Да, он уже больше. Он уменьшается со временем. Каждый день будет не уменьшаться. Но еще один маленький нюанс. Надо сделать тракции после этого. Освободить, понимаете? Щелкнуть. Ну так хрипит там. Надо освободить, сделать декомпрессию Атланта. Здесь именно декомпрессия Атланта и сверху и снизу. Потому что я зацепился за дырочную кость. Мы это сейчас все рассмотрим. Но у нее есть еще одно смещение, которое убирается пальцами. У нас сегодня тема правильным пальцем. То есть это пальцы были, видели? Не ладошки, не кулаки. Я уперся пальцем и здесь. Но здесь пальцы тоже и ладошка. У нее смещение относительно, если здесь блок, то где нестабильность? Внизу. Внизу где-то 6-го. Нет, нет. Если блок Атланта, у нее блок Атланта C0, C1, C1, C2. Значит блок где-то C5, C6, C6, C7. Вот там вот. C5, C6, C7. Да, здесь блок. Мы будем еще блок это убирать. Но если внизу блок, то это я по теории знаю. Середина шеи будет смещена сюда. Сейчас я буду проверять. В первую очередь пальпирую, если смещена болезненно с фасеток. Больно? Очень больно. Очень больно. Здесь. Здесь меньше. Вот. Середина шеи, видите? Болезненно. Значит, здесь надо снять блок в том средней шейном отделе слева. C34. Все фасеты. Мама. Зажаты. Теперь тут же боль должна уходить. Меньше? Вообще уже почти так. Остаточно. Если вы сделаете правильно, у вас боль проходит здесь и сейчас в кабинете. Они, как говорят, остеопаты. Через 2-3 дня не говорят. 2-3 дня на перестройку. Да, на перестройку. Нет, ну как? Ну если зуб болит, нерв удалили, не боли. Да, тут же. Ну потом, правда, от разреза будет чуть-чуть болеть. Ну не знаю, с чем сравнить. Бывает у кого-то локоть заскочил, да, неудобно. Вы так походили-походили, щелк локоть, все отпустило. Бывает? Да. Бывает. Та же самая мануальная тропе, только на шейном отделе. И проверили до вороты. Норма 80 градусов. 42 сюда, 41 сюда. Сюда легче, туда немножко тоже. Сюда легче, потому что все фасетки снял. А здесь фасетки надо снимать по-другому, с этой стороны. Почему? Кто скажет, вот, другой манипуляцией. Ну, вы же знаете, мы опять так сделаем, а не на место встали. Потому что блок здесь не будет дать нам... Вот, как тут я снял только шов фасетки, здесь не даст тот блок нижней шейном отделе. Здесь я делаю на тракции, я вытягиваю за затылок и за... И смотрите внимательно, где я держу ее плечо. Когда я буду тянуть, она поднимет плечи. Чтобы такого не было, я ее плечо к себе зажал. Это очень важно. В айкидо это все есть. Я вытягиваю иголу очень сильно. Не дается, видите, блок очень сильный. Это уже 6-7, да? А? Это уже 6-7. Сейчас я слева еще набрал. Сейчас я слева доберусь. Да, но там C6-C7 надо стоя делать, снимать блок. Там аж до D1. Вот здесь, да? Да. Я пока делаю декомпрессию. Я вытягиваю. Вот, и сейчас будем снимать блок. Два варианта есть. Смотрите, так же самое, как и Атлант снимали блок. Упираемся только в 7-6 позунок. Это сейчас больше даже мобилизация, чем манипуляция. Можно вот так снимать. Убрали. И обязательно вытянуть на себя. Слышали? Один раз делается. Сначала было толчков 7 мобилизационных. Это теория. Мобилизация, а потом манипуляция. И по второму можно лежа, ложись сюда, на спинку. И третье это вот так берется. Второй вариант вот так. Сильно держим плечо, нога в пол уперлись, когда блок. И вот так вот, но уже блока нету. Сейчас мы, это связки. Связки, они закальцинировались, потому что, если блок, сустав не работает. И происходит кальцинация. Что такое блок? Природный цемент организма, это соли, кальцинаты. И он откладывает эти соли в том сегменте. И напоследок мы делаем тракции. Руками раз 20, можно 30. Ногу положить, зубы замкнула, расслабилась. Просто легкие тракции. Стол я держу ногой, коленом. Кстати, сзади, смотрите, я четко уперся. Ну, стойка такая, как каратэ. Дзенкуци датчи, да? Датчи. Как-то так. И чуть-чуть выдернул. Все, Петя. На этом, в принципе, закончено. Круто. Без разговоров заняло бы 2 минуты. Можно я вас? Лежи. Спасибо.